Великобритании следовало бы осложнить жизнь путинской элите в Лондоне. Анна Лена Лаурен Даггинснейтер, Швеция 15 марта 2018 года Если что-то и может действительно заставить путинскую элиту забеспокоиться, то это угроза ее уютному существованию в Лондоне. Но пока Тереза Мэй, похоже, не хочет предпринимать какие-то существенные меры именно против нее. Пока я пишу эти строки и просматриваю российские новостные сайты, мне на глаза попадается объявление «Учись в британской школе в Москве». Эта реклама говорит все об отношении России к Великобритании. За последние 10 лет взаимоотношения стали настолько плохими, что мало кто вообще помнит ту сердечную дружбу, которая в начале 2000-х цвела между Владимиром Путиным и Тони Блэром. Для этой элиты выскочил британский высший класс, символ того слоя общества, к которому они сами отчаянно хотят принадлежать. Английские банки в свою очередь не против распахнуть свои двери навстречу. Тем самым Великобритания подтвердила представление многих русских о том, что власть имущая других стран, по сути своей такие же жулики. Если британское правительство действительно хочет наказать путинский режим за применение нервно-паралитического яда новичок российского производства на британской земле, ему следовало бы начать с того, чтобы осложнить жизнь путинской элиты в Лондоне. Вместо этого Тереза Мэй сообщила, что 23 российских дипломата должны собирать чемоданы. Также Великобритания уменьшит свое присутствие на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России летом. Когда депортируют российских дипломатов, Россия, как правило, платит той же монетой, что, вероятно, случится и в этот раз. Государственные телеканалы описывают скандал как провокацию, которую Тереза Мэй сама выдумала, чтобы навредить России. Теперь можно ожидать безграничного потока теорий заговора насчет того, кто на самом деле стоит за этой операцией. А в это время путинская элита, которая годами выводила краденые деньги из страны, продолжает спокойно сидеть в своем нетронутом лондонском логове.